Всем привет! В эфире неделя спорта и с вами я, ее ведущая, Екатерина Лангаева. Сейчас я и мои коллеги расскажем вам о самых интересных и значимых новостях студенческого спорта за прошедшую неделю. Ассоциация студенческого баскетбола. Матчи женских сборных. Женский волейбол. Спартакиады среди студентов и аспирантов КФУ. Кубок университета по мини-футболу. Первый матч 1-4 финала. Перед тем, как будем говорить о студенческом спорте, взглянем на то, как дела обстоят у Акбарса и Рубина. Хоккеисты Олега Знарка отправились в очередное турне по маршруту Нижний Камск-Нижний Новгород-Казань. А дружина Слуцкого дома принимала Красноярский Енисей. Обо всем этом далее расскажет Амир Сабиров в своем обзоре. Всем привет! С вами Амир Сабиров с традиционным обзором матча Акбарса и Рубина. Начнем с хоккея. 8-го числа Акбарс гостил в Нижнекамске у Нефтехимика. Команды встречались второй раз в сезоне. Неделю назад в Казани в очной встрече сильнее оказались барсы со счетом 5-2. Нижнекамская игра тоже была результативная. Уже на второй минуте Белялов не справился с броском Лещенко. Шайба просочилась за вратарем и залетела в ворота. 5 минут спустя Воронков организовал пас на Радулова и тот разобрался с голкипером. 1-1. В самом начале второго отрезка Белозеров сотворил кружева за воротами Акбарса и сотворил чудо-гол. Вот такая красивая шайба вывела Нефтехимик вперед. 2-1. На 17-й минуте отрезка казанцы вновь сравняли. Кирилл Семенов в большинстве выбежал 1-0 и на ложном движении поразил пустой угол. В третьем периоде команды вновь обменялись шайбами, но на этот раз первые забили гости. Галиев в большинстве после паса Шипачева вывел вперед свою команду. А через 4 минуты Чивилев вот таким образом сравнял счет. Овертайм, где на этот раз сильнее оказался Нефтехимик. Митякин вышел на рандеву с ротарем и гол. 4-3 за хозяевами. Крайняя игра Акбарса в выездной серии. С Нижегородским торпедо. Уже после первого периода Акбарс горел 1-4. Смотрим. 3-15 на табло с начала матча, а торпедо ведет в две шайбы. 19-летний японец Юсата хорошим броском прошил Мефтахова. Меньше минуты спустя забил Виноградов. Опять же через минуту Станислав Галиев забросил во втором матче подряд в большинстве. 2-1. Торпедо на двух голах не остановилось. Их хоккеисты из Нижнего забили еще столько же. Гончарук на 11-й и Коваленко на 18-й. 4-1. Во втором периоде мы увидели две шайбы как от хозяев, так и от гостей. На голы Лутунова и Веряева ответили Войнов и Галиев. В последнем отрезке молодой Быков забил свою дебютную шайбу в КХЛ с передачи Зарипова. 6-4. 13 ноября Акбарс в первый раз в сезоне встретился с Авангардом. У себя дома казанцы сделали камбэк со счета 0-2. И в концовке не смогли удержать преимущество. Смотрим. Рид Бушей и Арсений Грицук вывели вперед о мячей на старте. Ответил им Вячеслав Войнов. Во втором отрезке Акбарс сравнял и вышел вперед. Благодаря шайбам Семенова и Кирилла Адамчука. 3-2. В последнем отрезке то же самое сделал Авангард. Брюквен и Бродхарст авторы. 3-4. После трех подряд поражения Акбарса переходим к Рубину, у которого тоже не все гладко. В 18-м туре первой лиги казанцы принимали Енисей. Очень опасный момент имели хозяева на девятой минуте первого тайма, когда сначала попали в штангу, а после неудачно сыграли на добивании. Было незащитный гол на 22-й минуте. Костюков забил из положения вне игры. Вот такое столпотворение было в атаке у Рубина на 77-й минуте, но забить также не смогли. Так и закончили унылыми 0-0 на Акбарс-арене. Казанцы за два тура до перерыва остались на четвертом месте в таблице. Неудачная серия матча у казанских команд получилась на этой неделе. Надеемся, на следующее будет лучше. С вами был Амир Сабиров. Пока-пока. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Республика Татарстан продолжается. 12 ноября в Униксе прошло сразу два матча. Набережно-Челнинский институт КФУ встретился с Медицинским университетом, а главная сборная Казанского федерального приняла на своей площадке Набережно-Челнинский государственный педагогический университет. В первом матче команда из Набережно-Челнинского института КФУ начала с рывка плюс 9 очков. С этим помогла Карина Хабибова, забив три трехочковых броска подряд. Во второй половине игра обернула сторону КГМУ. Девушки активно боролись на подборе, и благодаря этому счет оказался в их пользу. 55 подборов против 89. За счет этого Тенцелу из Могилова заработала дабл, принеся команде 16 очков, 26 подборов. НЧ уже не хватило сил догнать соперниц. Матч окончился со счетом 46-35 в пользу КГМУ. Во втором матче основная сборная КФУ сразу не оставили ни единого шанса своему сопернику. Еще в первой четверти НГПУ пытались бороться, а дальше КФУшники уничтожили всю интригу матча. Разница в счете гигантскими шагами росла, девушки играли результативно в нападении. Игрокам из НГПУ пришлось нелегко. За вторую и третью четверть девушки в общей сумме забили 8 очков, а КФУ 63 очка за то же время. Психологически команде НГПУ тяжело было вернуться в игру и забивать мячи. КФУ ярко играл в защите, делая перехваты, а под кольцо всегда успевала добежать Софья Руднюк. На ее счету 20 очков и 7 результативных передач. В итоге сборная КФУ выиграли матч со счетом 90-28. А теперь о спартакиаде среди студентов и аспирантов КФУ. В этот уикенд Уник стал главной площадкой для выявления сильнейшей команды вуза в женском волейболе. Турнир шел на протяжении трех дней, а о самых интересных матчах очередного этапа спартакиады расскажет Рустам Габасов. Взлет, бросок, вбить в кол. С 11 по 13 ноября прошел ежегодный этап спартакиада вузов по женскому волейболу. Три дня команды боролись за право называться лучшей сборной университета. 11 и 12 ноября команды были поделены на группы, а 13 числа прошел самый интересный и захватывающий этап – плей-офф. По итогам матча четвертьфинала в полуфинал вышли четыре команды – Институт управления, экономики и финансов, Институт физики, Лаврожский институт и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В первом полуфинале сошлись и с ФНЮ с физиками. Для первых игра прошла без особых трудностей. Им удалось забрать партию со счетом 15-3 и 15-10. Волейбол, прежде всего, командная игра. У нас очень мощная команда в смысле характера. Мы очень сильно сплотились и дожали больше характера. В волейболе есть две составляющие – индивидуальное мастерство и командное взаимодействие. Командное взаимодействие у нас сегодня… Если индивидуальное мастерство у нас не у всех идеальное, то командное взаимодействие у нас полностью очень хорошее. И мы поддерживаем друг друга даже в случае ошибок. Во втором полуфинале эконом играл со сборной Елабургского института. Данная встреча оказалась более напряженной. Команды играли на равных. Максимальная разница в счете составляла 3 очка. Но казанцы оказались сильнее, обыграв Елабургцев 2-0 по партии. У нас уже были победы. Мы несколько лет назад выигрывали этот турнир. В последние годы мы и четвертыми были, и пятыми, и шестыми. В прошлом году седьмыми. Но нынче надеемся, конечно, на победу. Мы уже в одной второй финала. Сейчас будем играть за выход в финал. Это уже о чем-то говорит. Все равно уровень команды неплохой. В финале сошлись команды Института социально-философских наук и сборная эконома. По боюдной борьбе эконом отдал первый сет с обидным счетом 25-23. ИУЭФ одолел из снимков во второй партии, сохранив преимущество в 8 очков. Последнюю партию эконом начал в роли догоняющих, уступая из снимков 5 очков. Ближе к развязке третьего отрезка игры экономисты вырвали победу со счетом 15-10. 2-1 итоговый счет встречи в пользу эконома. Полуфинальные и финальные игры были очень напряженными. Мы отдали всех себя. И, наверное, на следующий день мы поймем, что мы заняли первое место и уже вдоволь насадимся этим моментом. Сплоченный коллектив и усердные тренировки помогли экономам получить Кубок Спартакиады. Девушки достойно продемонстрировали свои умения и качество на волейбольной площадке. Рустам Габасов, Илья Королев, «Неделя спорта». С 10 по 14 ноября в Махачкале прошел Всероссийский форум студенческих спортивных клубов. В нем приняли участие представители студенческого спортивного клуба «Казанские юлбарсы». В рамках форума проходил конкурс. Участники рассказывали о себе, своих достижениях и достижениях своего ССК. По итогам конкурса «Казанские юлбарсы» заняли призовые места в двух номинациях. Руководитель «Казанских юлбарсов» Никита Лихачев стал серебряным призером главной номинации АССК. АССК «Про» – лучший студенческий менеджер. А сам АССК взял бронзу в номинации «Лучший студенческий спортивный клуб». Праздник мини-футбола после перерыва продолжается. Настало время четвертьфинальных матчей Кубка университета. Первыми путевку в полуфинал разыграли Институт международных отношений и юридический факультет. Первый тайм выдался по-настоящему зрелищным. Опасные ситуации у ворот обеих команд стали возникать с самых первых минут матча. После небольшой перестрелки по воротам Игорь Добыров и сборная «Имо» открывают счет. После пропущенного гола Юрфак не собирался сдаваться. Ему удалось быстро перехватить инициативу и сравнять голом Данила Воронова. Так ярко начавший матч футболисты команды «Имо» также быстро и потеряли свое преимущество на поле. Не прошло и минуты, как бомбардир юридического Никита Куцель принес второй гол для своей команды. Середина тайма и Данил Воронов снова отличился, увеличив преимущество своей команды до двух мячей. Вторая половина не порадовала таким же количеством забитых голов. 3-1 к концу первого тайма. Команда «Имо» отправилась на перерыв, уступая в счете. Ближе к середине второго тайма международники все же возвращают мяч себе. И как итог, небыстрая, но удачная атака заканчивается голом Бабура Рахимова. К несчастью обладателей Суперкубка КФУ, гол Рахимова стал последним в матче. Итоговый счет 2-3. В полуфинал выходит юридический факультет. А теперь обсудим стадию четвертьфинала с главным судьей Кубка Максимом Гавриловым. Максим, привет! Рады видеть тебя в нашей студии. Добрый вечер! Тоже очень рад снова прийти. Расскажи, пожалуйста, как тебе первая встреча в рамках 1-4 финала? Ну, матч выдался зрелищным, эмоциональным. Я думаю, телезрители остались довольны, как и зрительные трибуны, которые оказывали невероятную поддержку обеим командам. С точки зрения качества футбола, все-таки, мне кажется, могли команды сыграть получше. Особенно это касается, наверное, международников, которые в итоге и проиграли. Не доставало им точности в передачах, особенно в завершающей стадии. И, в принципе, они могли показать больше. Как, впрочем, могли показать больше юристы, но то, что они показали, оказалось достаточным. Так что их можно поздравить с выходом в полуфинал. Какой матч четвертьфинала ты ждешь больше всего и почему? Ну, я все матчи жду в четвертьфинальной стадии. Такая работа. Ну, думаю, что завтра у нас, если так смотреть, по вывескам, наверное, будет самый такой, должен быть, спокойный матч. Но при этом нельзя выделить фаворита. Я имею в виду то, что не будет каких-то, наверное, эмоциональных стычек, как это было, например, в первом матче четвертьфинала. В воскресенье нас ждет достаточно серьезное сопротивление двух, пожалуй, равных команд. Набережная Челнинского института, института геологии. С учетом того, что гости из Набережных Челнов потеряли несколько игроков из-за травм основного состава, не совсем понятно, как они будут выглядеть, в каком составе они приедут. Поэтому тоже ожидается такой интересный, захватывающий матч. Как, впрочем, в заключительном четвертьфинале институт социально-философских наук против института физики. Институт физики провел уже два матча в рамках этого кубка, розыгрыша этого кубка. Много забили, но при этом много пропустили. Можно сказать, кто-то скажет, что с мехматом они отскочили, кто-то скажет по-другому. Поэтому, опять же, будет интересная борьба. Я думаю, у нас три четвертифинала, и как минимум одну серию пенальти мы, наверное, увидим. Хотя, возможно, конечно, ошибаюсь. Заключительный матч одной четвертой и с ним против физиков. Журналисты смогли выбить сборной Елабуги, а физики сыграли на одну игру больше. Что по этой игре скажешь? Ну, как я уже начал говорить, жду захватывающей интересной игры. Думаю, ни одна из команд не будет владеть преимуществом. Тут достаточно будет много зависеть от начала игры, кто первый забьет. И как, собственно, после этого будет складываться игра. Да, у снимка достаточно короткая скамейка. У них всего в заявке 10 человек. Но, тем не менее, они показали с Елабугой достаточно... Несмотря на то, что у них много первокурсников в составе, и в дебюте матча с Елабугой это было заметно, как они нервничали, не смогли собраться, показали хороший футбол, сумели выиграть достаточно тяжелого соперника. И теперь им не менее тяжелый соперник. Физики, ну, вот я говорю, у физиков какая-то есть пока расслабленность, наступает. И вот если они все-таки соберутся, не допустят ее, то это будет действительно, я думаю, захватывающий матч. И победит, как всегда, сильнейший. Матч Химического института против Института фундаментальной медицины и биологии. Обе команды не входят в топ университета, но кто-то из них попадет в четверку лучших. Какие перспективы у этих команд в полуфинале? Ну, тоже очень интересная пара. Химический институт – это такой сплав опыта и молодости. Уже достаточно много лет играют друг с другом вместе. Институт фундаментальной медицины и биологии, наоборот, получили небольшое, вернее, хорошее подкрепление от студентов первого курса. Теперь действительно такой хороший коллектив разносторонний. При этом есть студенты старшего курса, в котором мы помним, капитан команды, который стал лучшим игроком в матче биологов. Своим соперником действительно тащит команду, показывает хороший уровень, технику. Поэтому, ну, опять же, мы ждем равный матч, но как повернется игра, сложно сказать. Возможно, получится, что в одну калитку. Опять же, многое будет зависеть от дебюта игры. Ну, я думаю, будет также много зависеть от болельщиков. Потому что по первому матчу мы увидели, как все-таки заряд поддержки от болельщиков гнал команды вперед. Максим, спасибо большое, что уделил нам время. Увидимся на Кубке. Спасибо вам. До скорых встреч. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok